Привет всем, я Андрей Ковтун, рад вас видеть в рубрике видео обзоры. Друзья, сегодня я вас хочу подробно ознакомить с новинкой от производителя Blackview под названием BV5000. Сейчас мне хочется ответить на вопрос, чем в принципе интересен девайс и почему я взял его для полного обзора. Ребят, на мой взгляд, практически все современные защищенные смартфоны немного урезаны. В каком плане? Во-первых, на большинство из них установлен Android KitKat, на этом же установлен Android версии 5.1 Lollipop. Во-вторых, ценник на современные защищенные смартфоны просто зашкаливает, этот же может похвастаться адекватной стоимостью. В общем, предварительно аппарат интересный, посмотрим, изменится ли мое мнение в конце этого видео. Как всегда, начнем наше знакомство с рассмотрения комплектации. Весь комплект поставки находится в привычной для смартфонов Blackview картонной упаковке. В ней вы обнаружите сам девайс, зарядное устройство с силой тока на 2 А, стерео гарнитуру, USB кабель, OTG кабель. В отдельном пенале производитель поместил защитную пленку, два мануала, отвертку и 8 болтов. Для чего они нужны, я вам расскажу немного позже. Ребят, что касается комплекта поставки, не побоюсь сказать, что он богатый. Давайте-ка подумаем, что можно было еще положить. Допустим, чехол. Зачем он нужен для защищенного смартфона? В общем, ситуация с комплектацией меня порадовала. Идем дальше. А далее мы более внимательно ознакомимся с внешним видом этого гаджета. Лицевая панель выполнена из защищенного стекла Gorilla Glass третьего поколения. В нижней части обосновались три сенсорные кнопки с подсветкой и микрофон. В верхней части разговорный динамик, камера, датчик освещенности, датчик приближения и датчик движения жестами. Индикатор событий отсутствует. Практически весь корпус смартфона выполнен из пластика, за исключением двух металлических вставок на боковых панелях. Они крепятся болтами. На левой боковой стороне мы видим кнопку регулировки громкости. На правой – кнопку питания. На нижнем торце устройства производитель ничего не разместил. На верхнем под резиновыми заглушками обосновались стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры и микро-USB порт с поддержкой функции OTG. Данный смартфон вы сможете использовать в качестве пауэрбанки. Задняя крышка съемная, но ровно до того момента, пока вы не закрутили 4 болта. Их нужно обязательно закручивать, перед тем, как погружать смартфон под воду. В верхней части тыльной панели обосновалась камера с односекционной светодиодной вспышкой. Под задней крышкой имеется резиновая прокладка. Как ее правильно одевать, я покажу немного позже. Кроме нее мы видим съемный аккумулятор с заявленной емкостью 5000 мАч, слоты для стандартной и микросим-карты, и слот для расширения памяти с помощью карты microSD. Реальный вес смартфона с учетом встроенного аккумулятора составляет 254 грамма. Толщина 13 миллиметров. Ребят, что касается внешнего вида, смартфон будет выпускаться в трех разных цветах. В зеленом, черном и оранжевом. Тут уже каждый будет выбирать, какой ему цвет по душе. Но если в общем, дизайн этого смартфона лично мне нравится. Единственное непривычное для меня решение, учитывая, что это защищенный смартфон, выступающее стекло. Да, возможно оно действительно защищенное, но и на мой взгляд легко уязвимое. Если верить промороликам производителя, экранам этого смартфона можно забивать гвоздь и лускать орехи, в общем использовать в качестве молотка. Но если вспомнить мой тест на прочность смартфона Aukitel K4000, который я проводил в Китае, можно легко утверждать, что нет неубиваемых стекол, есть просто более живучие, нежели установленные в стандартных смартфонах. В следующем пункте моего обзора мне хочется обсудить техническую часть этого устройства. Диагональ дисплея составляет 5 дюймов, матрица IPS, применена OGS технология, разрешение HD. Мультитач тест показывает 5 точек, ознакомимся с углами обзора. Как мы видим, за счет применения OGS технологии, углы обзора в этом смартфоне отличные. Под определенными углами видно, что LCD немного засвечивает. Но я вас уверяю, что наяву это не видно, LCD отличный. Что касается запаса яркости, ее вполне достаточно для того, чтобы рассмотреть, что находится на дисплее, когда на него попадают прямые солнечные лучи. Далее я вас немного ознакомлю с интерфейсом. Новинка работает под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. Предустановлена фирменная оболочка от производителя. В ней видоизменен дизайн ярлыков, которые находятся на рабочем столе. На тач нанесено олеофобное покрытие, поэтому палец скользит по поверхности легко. Три сенсорные кнопки выполняют стандартные действия. Левой вы вызовете меню, центральной вернетесь домой, правой выполните действие назад. Зажатием кнопки Home вызовите вкладки. Двойным свайпом низ и статус-бара доберетесь в меню быстрой активации различных функций. В общем-то ничего особого, лучше зайдем в настройки. Для начала рассмотрим информацию о телефоне. Как мы видим, в этом пункте имеются беспроводные обновления. Я вас уверяю, что данным смартфоном они действительно поддерживаются. Лично проверил. Кроме этого, гаджет может похвастаться различными смарт-функциями. К примеру, бесконтактное перелистывание изображений в галерее, трековом в музыкальном плеере и так далее. Кроме этого, девайс можно пробудить с помощью двойного тапа. Когда смартфон находится в спящем режиме, вы сможете вызвать ранее заданную функцию ранее заданным узором. А также сделать скриншот свайпом тремя пальцами. Для передачи данных вы сможете воспользоваться HotKnot либо Bluetooth. Ну что же, я думаю, с интерфейсом всё ясно. Далее мы будем тестировать гаджет в различных бенчмарках. Начнём с Antutu. Как я уже сказал ранее, новинка работает под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. За работу отвечает 64-битный четырёхъядерный процессор MTK6735. Количество оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной 16. Из них свободно для пользователя чуть более 12. Максимальная тактовая частота процессора 1 ГГц. После данного теста смартфон набирает привычное нам количество баллов. Далее мы рассмотрим встроенные сенсоры. На борту новинки имеется акселерометр, датчик освещенности и датчик приближения. Датчики магнитного поля и ориентации в моём образце не работали. Что касается тестов 3D графики, здесь мы не увидим ничего особенного. Опять-таки привычные нам результаты. Далее мы протестируем гаджет на нагрев в игре Asphalt 8. Выбираем средние настройки изображения и группа сети и поехали. Как мы видим, с самой игрой девайс справляется без проблем. После 10 минут игры устройство становится еле тёплым и это подтверждает пирометр. Следующим немаловажным моментом, которым мы будем тестировать работу GPS навигации. Как мы видим, после холодного старта, без подключения к сети интернет, смартфон подключается спутником достаточно быстро. Спутники GLONASS не находит. Далее мне хочется поговорить о камерах. Тыльная равна 8 Мп. Протестируем. Интерфейс камеры вполне стандартный. Имеется возможность панорамной съемки, живое фото, красивое лицо, активация режима HDR и снимок с помощью жеста. Максимальный размер фото с интерполяцией равен 13 Мп. Максимальное разрешение записи видео HD. Что касается фронтальной камеры, имеется режим красивое лицо и снимок с помощью жестов. Кнопка громкости служит в роли кнопки спуска затвора. Максимальный размер фото с интерполяцией равен 5 Мп. Максимальное разрешение записи видео с помощью фронтальной камеры 640 на 480 точек. Смотрим на примеры фото и видео. Продолжение следует... Несмотря ни на что, я считаю, что встроенные камеры в этом смартфоне неплохие. Далее мы поговорим о звуке. Начнем наше тестирование с внешнего динамика. Поверьте мне, громкость из внешнего динамика на достаточно высоком уровне. Будете не разочарованы. Что касается звука в наушниках, ничего особенного ожидать не стоит. Он в точности такой же, как на любом стандартном бюджетнике. Средний. Ну что же, сейчас мы перейдем к самому интересному моменту. К небольшому краш-тесту. Предварительно хочу сказать, что я связывался с производителем и уточнял, какой же все-таки в этом смартфоне уровень защиты. Мне сказали, что уровень защиты равен классу IP65, а не IP67. Это означает, что в принципе данный смартфон влаги не боится, но длительное погружение под воду для него может быть смертельным. То есть, что это значит? Под дождем им пользоваться можно. Если вы нечаянно на него прольете кофе, либо чая, либо он у вас упадет в лужу, ничего страшного. Даже если девайс полностью у вас упадет под воду, если его быстренько вытащите, ничего с ним не будет. Единственное, кому может смутить такой уровень защиты, те, кто любит записывать видео под водой. Ну да ладно, хватит болта вниз, смотрим. Для начала рекомендуется. Перед любым погружением под воду нужно обязательно правильно одеть резиновую прокладку, которая находится под задней крышкой. После этого плотно одеть заднюю крышку и закрепить ее болтами. Далее проверьте, чтобы резиновые заглушки, которые находятся на верхнем торце, были также плотно затянуты. Начнем наш тест с поливания смартфона водой. Этот тест смартфон проходит без проблем. Далее попробуем его погрузить полностью под воду. Полное погружение длилось не более 5 секунд. Посмотрим, попала ли влага под крышку. На резиновой прокладке я заметил только лишь пару капель. Под ней полностью сухо. В общем-то, свое мнение насчет уровня защиты данного гаджета я уже высказал. Своё мнение вы сможете написать в комментариях. Сейчас я вам расскажу об одном из самых интересных моментов рассмотрения данного девайса. Автономность работы. Напомню, что аккумуляторы в этой модели съемные. По заявлениям производителя, его емкость составляет 5000 мАч. Специальное устройство, с помощью которого я тестирую реальную емкость аккумулятора, показывает емкость более чем 4600 мАч. В тесте аккумулятора программы Antutu Battery Test смартфон набирает более чем 10300 баллов. Непрерывное время работы смартфона при максимальной нагрузке с включенным интернет с максимальной яркостью составляет более 6 часов. Также напомню, что девайсом поддерживается быстрая зарядка. Время заряда от 0 до 100% составляет 3 часа. В общем, с автономностью работы в этом смартфоне все отлично. В этом плане вы можете точно не переживать. Заряжать вы его будете при среднем использовании приблизительно раз в 3 дня. Но сейчас мы подведем небольшие итоги путем определения плюсов и минусов этого смартфона. К первому и однозначному плюсу я отнесу его стоимость. Ребят, вы видели сколько стоят современные защищенные смартфоны? Вот этот девайс можно смело назвать бюджетником среди защищенных смартфонов. Ко второму плюсу я отнесу автономность работы. Я рад, что производитель особо не соврал насчет емкости аккумулятора. Третье, на мой взгляд, отличный дисплей. Опять-таки, если учитывать, что данный смартфон позиционируется как защищенный, мало устройств из этого сегмента, которые могут похвастаться отличным LCD. Четвертый плюс заслужил внешний динамик. Поверьте, те, для кого это играет большую роль, будете не разочарованы. К первому минусу я отнесу отсутствие индикатора событий. Ко второму, если заднюю крышку не закреплять болтами, то она хрустит. Если же это сделать, скрипов можно избежать. Почему я это отнес к минусу? Потому что многие любят менять сим-карты. И для этого нужно будет постоянно открывать заднюю крышку. Ну и следующий, последний минус, на мой взгляд, заслужил смартфон за счет наличия вот этих вот резиновых заглушек. В каждом защищенном смартфоне я отношу этот момент к минусам, потому что, на мой взгляд, они недолговечны. Больше мне добавить нечего. Ставим лайки те, кому данный обзор был полезен. Напомню, что спонсором предоставления защищенной техники нашей редакции является интернет-магазин strongmob.com. Не красота спасет мир, а защищенная техника данного магазина. А сейчас обязательно добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Еще более важный момент. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте andronews.com. С вами был Андрей Ковтун. Специально для AndroNews. Да пребудет с вами Android. Редактор субтитров А.Семкин